Да, итак, всем привет. Мы с вами в рыболовном магазине, который находится у нас на транспортной. Правильно? Транспортной 17, если не ошибаюсь. Да. Да. И вот познакомимся у нас с хорошим профессионалом, он же рыбак. Здравствуйте. Да, он же у нас продавец. И он же у нас, получается, делает так, чтобы можно было в городе Сочи поймать и рыбку съесть, да, и ручки не спачкать. Да. Давайте сегодня в этот раз, я уже, наверное, у вас постоянно клиент, каждый раз покупаю здесь удочки, то для гостей, то еще что-нибудь, давайте в этот раз мы купим с вами фидер. Смотрите, объясню, я был на рыбалке, получается, на форельном хозяйстве и взял в прокат там у них крокодила, да, знаете, на крокодилу у нас очень такой. И я поймал полтора килограмма сазана, но кайфа я совсем ничего не получил. Поэтому, я думаю, надо взять даже не карповое удилище, а взять фидер, пускай он будет. Но я думаю, давайте вы лучше вы мне расскажите, что рекомендуете? Для универсальный фидер нужен? Ну, в любом случае, фидер, да, он предусмотрен для того, чтобы кормушки забрасывать. Изначально его придумали для того, чтобы разобрасывать кормушки. Ну, соответственно, это рыбалка на леща, на сазана, на карпа, то есть, достаточно универсальная вещь. Универсальность его в том, что он может забрасывать грузы в диапазоне от 40 до 160 до 150 грамм, в зависимости от модели. То есть, что же я себе представляю? Это штекерный спиннинг с сменными вершинками. Вершинки в комплекте три, каждая разной жесткости. Одна вершинка с жесткостью 40-60, вторая вершинка там 60-100, и третья там 100-150, но это в зависимости от модели, может быть, вариант. Что это позволяет? То есть, вам нужно забросить груз массой 50 грамм, вы спокойненько одеваете одну вершинку, забрасываете. Если вам надо забросить тяжелые грузы, там 120-150 грамм, вы также поменяли вершинку, забросили фидером этот груз. Мне что порекомендуете? Что взять себе? Длина фидеров идет от 2,7 метра до 4,2 метра, шагом с 30 сантиметров. То есть, 2,7, 3,3,3,3,6,3,9,4,2. Для разной рыбалки, соответственно, разная длина. Если вы стоите на берегу, и вам нужно, как можно дальше забросить свою приманку, то это длинные. Физику никто не отменял, длиннее рычаг, больше сила, дальше летит. Если вы, опять же, если можете использовать с лодки на ставриду, к примеру, ловить... Нет, все, с берега, имя укачивает, только береговая. Ну, береговая, опять же, если далеко бросать, это 3,9, 3,6, 3,9. Если нет такой необходимости далеко забрасывать, там, на 80, на 90 метров приманку, то достаточно 3,3,3. Давайте золотую середину, 3,6. Берем 3,6, какой-нибудь хороший, чтобы там, может, было чувствительнее было, и в то же время, может, было кормушку забросить. Сколько будет стоить это довольствие? 3,6, ну, давайте вот конкретно по моделям, к примеру. Вот производитель Кайда, Пирада модель называется. Так, фильдер длиной. Может, 3,9, в принципе, без района. 3,9 стоит 1700 рублей. А длины тоже стоила, цена зависит от длины. А если будет подороже, ну, как бы, что, чем-нибудь будет лучше? Это будет производителя, но, скажем, другая серия в другом исполнении. Возможно, что это будет уже совсем другое качество, то есть содержание карбона больше будет, чем композит, там больше композита, здесь больше карбона. То 3,9 метра стоит вот 2750. То есть вот в этом диапазоне от полторы тысячи до трех тысяч, вот 3,9 можно приобрести. Если короче, то это... А вы мне что порекомендуете, какую взять? Вот смотрю, под вас, то есть, есть, вот разные. Какую лучше мне себе взять? Для той рыбалки, о которой я знаю, что вы рыбачите, то есть это с карбса, сазан и так далее, можно взять карбоновый спиннинг, облегченный, необязательно силовой, композитный. Им удобнее, он легче в управлении, в руках. Ну, это что-нибудь, скажем, вот 3,6 карбоновый спиннинг из... Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас... Да, вот, допустим, 3,3 метра 1900 рублей. Ну, вот он, если вы возьмете его в руки, вы почувствуете, что он практически ничего не висит, так скажем. Ну, я... да, все-таки, какую взять себе? Я бы... Что бы вы себе взяли, что бы вы себе взяли? Для этой рыбалки взял бы карбон. Давайте карбон его взять. Если для ловли на дальнем расстоянии, я бы взял больше композитный, чтобы можно было... Вам нет необходимо... Почему карбоновый, я скажу, потому что вам нет необходимости на этой рыбалке бросать 120-150 грамм. Да, абсолютно верно. Нет необходимости. До 100 грамм вы в любом случае укладываетесь, поэтому карбоновый подойдет. Если вы бросаете выше 100 грамм, то лучше, конечно... Давайте берем какое-нибудь товарное расстояние, какую-то рекомендуем. Ну, вот, я бы вам рекомендовал, это 3,3 метра. 3,6-3,9, там будет все-таки громоздкий чересчур. Ну, давайте его берем. Давайте. Его, его возьмем. Да, его давайте возьмем. И второй уже 3,9, какой-то... Я у вас возьму два фидера, я привык, чтобы у меня два было всегда. Ну, вот, то же самое. А, так, это 3 метра. Это 3 метра, вот. 3,3 метра. Ну, 3,3 метра, вот, ну, идентичные, ну, нужно два одинаковых, да, так понимаю? Нет, можно разных, два разных, да, можно два разных, без разницы. Ну, вот, 3,3 метра, если брать, то же вот, Кайда, это как раз из такой, серия подороже, вот, 2400. Пойдет. Тест какой здесь у нас можно кидать? Сейчас я вам скажу, значит, здесь у нас идет на этой модели, то есть у нас до 150 грамм, это максимально, что его можно нагружать. Да, все, отлично, давайте вот такой беру, нормальный. И тот тоже беру, два у вас беру, два. Да, и у нас второй палки у нас тест получается. Сейчас тоже скажу вам, так, у него... От 60 до 120. Да, отлично, пойдет, нормальный тест. Сразу подскажу, почему именно такие тоненькие, чтобы, может, было вытаскивать рыбку, даже если она, там, не знаю, грамм 500-300, чтобы получать от этого удовольствие. Конечно. А не просто там на палку. Давайте, теперь катушка, без катушки, конечно, вряд ли получится забросить. Хотя некоторые забрасывают без катушки. Ну, некоторые мудряются на фидер и поплавочной рыбалкой занимаются, привязывают леску и на голову поют. Ну, это, конечно, не то. Так, ну, из катушек здесь два производителя. Вот на этом стенде два производителя, это Кайдом и Фин. Из, ну, скажем так, я все катушки сам тестировал. То есть, вот они здесь, я ее каждую беру, покрутил, проверил люфты, послушал. Из того, что сейчас есть, я две модели рекомендую. Вот из вот этих вот. Это, вот эта модель, она в разных вариантах. Есть 4000 шпуля, есть 3000 шпуля, то есть объем шпуля. Это вот эта модель. Почему? Потому что, ну, если вы сами попробуете, вы поймете. Да, вы поймете. Она, у нее вращение. Вот, грубо говоря, вот, смотрите, отпускаем. Ну, раз, сама дошла. А с бортранером есть такие? Есть, с бортранером. Тоже что? Вот с бортранером модель. Вот с бортранером модель. Но они уже более силовые такие. То есть... Мне какие порекомендуются вот для этих двух? Ну, леску вы будете наматывать 0,35, не меньше. Буду только какая-то нитку. Не буду я... А, плетенку. Да, я не умею я. Если плетенка, то можно тоньше, не обязательно такую толстую. Ну, тогда до 4000 можно... Какие? Объемы шпули. Ну, если нет необходимости в бортранере, тогда бы я, как и говорю, посоветовал бы... Какая цена? Вот эта модель, 1300 рублей. Хорошая, да, она будет? Да. Если с бортранером, то они более объемные. Это 5000 шпуля, это 6000 шпуля. То есть они для толстых лесок, так скажем. Ну, давайте на ваше усмотрение тоже пару катушек. Ну, вот как я и говорю, я бы вот эту модель рекомендовал. Если вас это устроит, вы сами можете протестировать. Вот, взять со стендов, выдержать в руке, покрутить. Ну, в принципе, я чувствую нормально, я вам доверяю. Вы все-таки эксперт, поэтому и таких-то пару катушек. Хорошо. Что у нас еще потребуется для рыбалки? Ну, на катушку надо намотать. Нитку. Давайте нитку возьмем, да. Плетенку вы сказали. Ну, вот здесь плетенки. Ну, смотрите, есть четырехжильные плетения, есть восьмижильные плетения. Четырехжильные плетения подешевле, восьмижильные она всегда подороже. Ну, в пределах разумного, так скажем. Из того, что есть, я бы рекомендовал вот эту восьмижилку. Угу. И цена у нее получается 700 рублей, да? Достаточно демократичная. 700 рублей. Все, давайте берем, конечно. А диаметр, я только не уточнил. Ну, я думаю, что максимум до 10 килограмм, чтобы она была. Тест до 10 килограмм. Я думаю, это какой у нас способ? Тест до 10 килограмм, это достаточно тонкая плетенка. Ну, может, давайте чуть потолще, чтобы там... Давайте так, хотя бы 0,2 сделаем. Да, я тоже думаю, чтобы... 0,2. Ну, у нее 14 килограмм тест. Чтобы чувствительность была так же, чтобы я чувствовал. Потому что я смотрю здесь особо он не агрессивный. Сейчас осень, он потихонечку... Вода холодная. И он уже не очень активный, конечно. Да, все, берем. Это с этим понятно. Я сейчас проверю, чтобы они все нормально функционировали. О, дополнительная шпуля есть. Да. Отлично. Да, здесь я даже на судака можно ходить, потому что обратная связь есть. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Потому что у нас судак он капризный. И давайте, наверное, еще мы берем здесь... Давайте пару, наверное, кормушек еще возьмем. Тоже ход свободный, в принципе, нормально. Отличный ход просто. Все. И назад еще тоже обратная связь, тоже хорошая. Проверили. Проверили. Отлично. Так. Кормушка, да, вы говорите? Да. Так, ну, из представленных шпан у меня сейчас есть в наличии. Вопрос в этом. Так, ну вот это вот эти карповые монтажи готовы, так скажем. А есть, чтобы еще одна была снасть для бойлов, что была? Чтобы у него... С волосяной оснасткой? Да, с волосяной оснасткой. Да. Для бойлов снасть. Так, 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 так. Так, а вот она. Вот это идет, по-моему, если не ошибаюсь, с волосяной оснасткой как раз. Сейчас мы ее посмотрим. Да. Все, отлично. Давайте ее одну забираем. Ее забираем. Сколько на грамм? Сейчас, у нас 60 грамм. Ну, нормально, 60 грамм. Давайте посмотрим еще у нас... Эти нет, это без волосяной оснасткой. Ну, а можем без волосяной еще, да, может простой, да. Простой, да. Ну, это у нас для реки, потому что я знаю, потому что... Эти? Нет, вот эта, она в такую форму, чтобы не каталась. Вот, где течение сильное. Вот, да. Я знаю, такое. Ложится и ее не скатывает. Да, все правильно. Но там можно пропустить поклевку. Поэтому надо брать что-нибудь аналогичное. Ну, в общем, давайте еще какую-нибудь кормушку. Можно вот такую даже взять, классику. Вот такой, кстати. Я бы вам порекомендовал... Сейчас я вам покажу. Очень простая снасть, но она очень эффективна. Я не знаю, пользовались никогда не как нет, называется ложка. Вы такой не пользовались никогда? Пользовался, интересно. Давайте. Очень эффективная. И, наверное, давайте еще пару кормушек на всякий случай, мало ли что. Я даже не кормушку, я снастей парочку. Давайте. А, уже готовых от снасток. Да. Так, ну и с того, что есть, сейчас посмотрим. Дело в том, что пружины. Дело в том, что пружины. В принципе, в принципе. Ну, это карасевая. Так скажем. Не, такое-то я не люблю такие. А вот, давай. Вот у вас пружинки классические. Я не знаю. Это просто пружины подосна. Разного веса. Единственное, что сейчас вот из того, что осталось, это вот эти китайские пружины, так называемые. Давайте посмотрим, вот такую-то еще, наверное. Вот эту заберем, да и все. Вот эту? Да, или она... Нет, она... Ну, давайте такую какую-нибудь. Они, в принципе, равносильные. Вот здесь полегче, который возьмем, полегче. Так, полегче. Так, это 30 грамм вообще. Ну-ка, давайте посмотрите, что у нас здесь. 30 грамм. Крючок нормальный. Да, давайте вот такой вот, в принципе, нормальный. Итак, что нам еще нужно для рыбалки? Так, это есть. Это есть. Это есть. Ну, в принципе... Наверное, палки парочку, да? Подставочки? Да, потому что все равно в руке тяжело будет выдирать все равно. Ну, это... Да, если и нету, то, конечно. Ну, значит, так, наверное, возьмем мы с вами для фидерной, это возьмем для классики, вот такую одну возьмем. А уже для карповой мы уже возьмем, наверное, вот такую. Вот такую у нас. Я бы порекомендовал одиночке. Вот кто бы не рекомендовал бы. Она недостаточно. В любом случае, она больше предназначена для того, что вы когда вот назад оставляете удочку, потом на землю ее не класть, вы ее опираетесь. Все хорошо, давайте берем штуки 3 давайте возьмем на всяких лучших. Потому что... Лучше алюминиевую. Почему? Потому что если вдруг вы соберете рыбачить на море, черные металлические ржавеют очень быстро. Хорошо. Да, все верно и в принципе... А, давайте возьмем колокольчики. Наверное. Вдруг уснул. Вдруг такая рыбалка будет очень бурная, интересная. Да, 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 да. Что придется спать. Значит так, такие мы возьмем, чтобы можно было... Ставим светлячок, 4,5 диаметра. Все, да, берем 2 штуки. Их в принципе хватит. Даже эти 3 на всякий случай. Как всегда, ты больше, что бывает выдергиваешь в порыве страсти, он улетает куда-нибудь подальше. Это редкое явление. Да, да, да. Поэтому возьмем на всякий случай 3 штуки, потому что пригодится. И у нас остаются крючки. Крючки у нас здесь есть. Запасные надо для всяких случаев взять. Всегда должно быть. Давайте обноровские возьмем. Обноровские. Ну, смотрите, карповые крючки. Вот здесь сейчас вам покажу. Вот она идет, карповая серия. Это для слонов. Давайте я привык семеркой пользоваться. Семеркой? Да, карповые, но даже четверку. Вот эти кеют, они мне больше по душе. А, цвет 5, четвертый номер. Да. Хорошо. И пару поводков дайте, пожалуйста, вот таких вот, которые для бойловых, да. Сейчас. Так, C5, четвертый номер. Пятый, пятый, немножко великоватый. Пятый, пятый, немножко великоватый. Да, абсолютно верно. Идет? Мои, одни из самых любимых крючков. Все, нормально. Ну что, в принципе, все готово, кроме тубуса, да. Какой-нибудь такой легкий для них. Ну, это полужесткие, вот это, они двухсекционные, с возможностью с катушкой не снимая. Вот, наверное, такую возьмем. Вот. Сколько там длина будет? Здесь длина будет, так, 3,3 они у нас, значит, делим на 3, равен метр 10. Ну, вот так получается, вот метр 35 можно брать смело, да? Ну все, давайте его тоже возьмем, метр 35. Я думаю, нормально будет. Тогда мы все сюда и уложим. Ну да, да. Да, абсолютно верно, все нормально. Складываем. Да, давайте посчитаем, чтобы потом людей уже тогда отпустить, посчитаем, сколько у нас выходит итогов, чтобы примерно сориентироваться. Сейчас посчитаем итогов. Берем мозги. Значит, 100 плюс плюс турбус плюс две катушечки. Так, посмотрите, пожалуйста, на ценничек. Это ли 1,3? Ага, плюс. Ну, плюс. Вроде бы все. Ну, все, да. Итого. Так, но. Скидка 10%. Так, как больше трех. Ага. 9700. Все отлично заворачивается. Ну, еще многие покупают стульчики. Я стульчики не люблю, потому что я люблю активность. Поэтому буду лучше стоять, курить кальян. Да. Тоже разные. Активные, для пассивной рыбалки. Да, вот они стульчики. Для пассивной рыбалки в них можно даже спать. Да, да, да. Вот такие вот хорошие стульчики. Взял все. Ну, пока без стульев. Надеюсь, что там будет так клевать, что даже не присядешь. Ну, все. Вот на этом у нас заканчиваем экскурсию по магазинам. Примерно теперь, понимаете, делим на два. И столько будет стоить у нас Физер примерно. Один комплект. Да, полностью оснащенный. Полностью оснащенный. Ну, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо.